Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу предложить достаточно интересный расклад. Этот вопрос очень часто задаете вы мне и на личных консультациях, и пишите в плане пожеланий на последующие видео в комментариях. Тематика такова. Кармическая задача наших взаимоотношений. Значит, расклад подойдет как для мужчин, так и для женщин. Здесь четыре варианта. Это, скажем так, у нас с вами будет универсальный способ, как просили меня погадать, на четырех королей. Дабы сделать его универсальным, здесь одновременно на четырех королей и на четырех женщин. То есть вы сами визуально выбираете ту пару, которая вам нравится. Работать мы сегодня будем с колодами. Золотые мечты Ленорман, Чиро Марчетти. Работать я буду на полной колоде. Она не совсем стандартная. Не на 36 листов, а на 44. И я взяла ряд карт из Оракула Кипер. Ну, посмотрим. Такой достаточно экспериментальный расклад. Как он проиграется, чем он обернется. Сейчас я уберу лишние пары. Я думаю, вы уже для себя определились, какая пара для вас наиболее значима, наиболее гармонична, либо соответствует вашему визуальному ряду. И будем смотреть. Сейчас я уберу лишние карты. Итак, для тех, кто выбрал пару номер один. Давайте смотреть. Так, положу сюда. Проговаривайте, пожалуйста, имена, дата рождения вас и вашего партнера или партнерши. Так, что в ваших отношениях происходит на текущий момент? Буду немножко накладывать на карты, чтобы было видно. Так, на текущий момент, что происходит в вашей ситуации? У вас здесь большие надежды по поводу выхода ваших взаимоотношений на новый уровень. Особенно это проиграется для тех, у кого отношения на расстоянии. Но на текущий момент у вас отношения могут быть легкие, без обязательств. Особенно это проиграется для не супружеских пар. Поэтому, если вы супружеская пара, могу сказать однозначно, этот расклад не для вас. Интуиция вас подвела. Поэтому, смотрите, изначально проигрывается ситуация у вас на текущем этапе, либо не проигрывается. В чем кармическая задача вашего союза? Смотрите, вот называется мудрость через горький опыт этих отношений. Почему? Потому что чувство есть, привязка есть, есть сексуальная, фундаментальная энергия в ваших отношениях. Но поскольку еще это сторона мужчины и сторона женщины, присутствует обман в этих взаимоотношениях со стороны вашего партнера. А вы извлекаете опыт и мудрость из этих отношений. То есть, эти отношения вам посланы для опыта. Чтобы, скажем так, в последующем вы не наступали на одни и те же грабли. Сделали для себя какие-то выводы. Какой-то, знаете, как Эру. Провели самоанализ и осознали, какие мужчины вам подходят, а какие нет. Так, что для вас значат эти отношения? Смотрите, у вас к этому мужчине очень глубокие чувства. И вы пытаетесь найти к нему дорогу. То есть, всячески выстраиваете взаимоотношения в том формате, чтобы, ну, каким-то образом не сжечь, а наоборот восстановить мосты. Но вот карта башни указывает либо то, что вы на расстоянии, либо то, что, знаете, как я говорю, одиночество вдвоем. Потому что башня – это ситуация разделения, ситуация разлуки. И отношений-то, по сути, нет. Что со стороны вашего мужчины? Ну, вот видите, подтверждается. Со стороны вашего мужчины на лицо здесь обман. В этих взаимоотношениях. Карта лисы – это наличие у вас соперницы, это ситуация конкуренции. То есть, у него либо присутствует супруга, либо в целом есть любовница. Карта колодец здесь говорит о том, что над отношениями нужно трудиться. Это тяжелый труд, но есть перспективы, но человек этого не хочет. Потому что по карте тучи у него идет эмоциональный, душевный раздрай, и над этими отношениями он работать не намерен. Хорошо, давайте посмотрим в целом их перспективу. Что тут в плане перспективы? Медведь, звезды и книга. Вы надеетесь на развитие этих взаимоотношений. Отношения со статусным, либо несвободным мужчиной. У вас очень большие далеко идущие планы. Но эти отношения тайные, скрываемые и не афишируемые. Книга – это формат тайный. То есть, отношения только будут в этом аспекте. Кстати, отношения еще могут быть по переписке. Но в плане их развития на ближайший год, вот в таком формате они и останутся. То есть, разрыва здесь нет, но и перспектив развития здесь, к сожалению, нет. Вот такой вот у нас первый вариант. Сейчас соберу карты. Так, секундочку. Так, убираем карты первого варианта. Переходим ко второму. Для тех, кто выбрал второй вариант. Давайте смотреть. Карта скомпоновала именно так, чтобы мужчина смотрел на женщину. То есть, чтобы у вас изначально была энергетическая связь. Так. Проговаривайте, пожалуйста, ваши имена. Проговаривайте, пожалуйста, ваши даты рождения. Будем смотреть, что же у вас происходит во взаимоотношениях. Итак, что в отношениях происходит на текущий момент? Ну, здесь у вас идет на лицо ситуация любовного треугольника. Видите, блуждаете его в лабиринты. Один мужчина, три женщины. Карта фальши, карта маски. Отношения есть, есть эмоциональная привязка, причем очень глубокая. Но здесь уже сто процентов кто-то в ваших взаимоотношениях не искренен. Позиции прорисовки, якобы это мужчина, да. Но, тем не менее, это можете быть и вы. Поэтому сейчас мы будем смотреть это по другим картам, по другим арканам. Какова кармическая задача вашего союза? Смотрите, как говорят карты. Узрите. Здесь вот я работаю на колоде Ленорман Золотой мечты, Чироморчетий. 44 аркана. Поэтому здесь есть и карты, которые не встречаются в стандартной колоде. Я вам сейчас просто покажу поближе. Вот видите, карта Лупы. Посмотрите на ситуацию под микроскопом. То есть вы очень многого не знаете об этом человеке. Вы не знаете, чем он живет. Вы не знаете, кем он живет. И каковы его истинные намерения в отношении вас. А карта Компаса говорит о том, что вот это вот, знаете, прощупывание ситуации даст вам возможности выбрать правильный путь, выбрать правильное направление. И избежать опасности сделать неправильный выбор. Вот задача ваших кармических отношений сделать правильный выбор в своей жизни. То есть во взаимом отношении с этим мужчиной, сделав правильный выбор, вы измените свою жизнь кардинальным образом. Причем в лучшую сторону. По карте Солнца вот это вот, скажем так, вникнуть в суть отношений поможет вам избежать ключевых ошибок. Давайте посмотрим, что здесь падает с вашей стороны. Так, с стороны вашего мужчины. Смотрите, девушки, проиграется это для тех, кто крутит мужчинами. Потому что карта Змея, колодец и ключ. Вы при помощи этого мужчины пытаетесь вывести свою жизнь на новый социальный уровень, новый социальный статус. На текущий момент по карте письмо. Ваши отношения могут складываться по переписке, либо на текущий момент вы ждете от него какого-то известия. Но, как говорят карты, слишком много воды, времени утекло. Видите, 37-й аркан, часы. Сейчас покажу поближе. Вот видите, поэтому делайте выводы, иначе упускаете время. То есть вы просто-напросто можете упустить этого мужчину. Потому что по карте якорь мужчина, да, консервативен, но стабилен и постоянен. Давайте посмотрим в целом, что здесь падает у нас. В плане перспективы. А перспектива какова? Вот у вас ситуация выбора. Именно у вас, не у вашего партнера. Ситуация выбора, ситуация любовного треугольника. И выбор каков? Либо формат легких отношений без обязательств, либо создание семьи. Свить свой очаг. Сейчас даже дотяну сюда, что здесь. Ну, как говорят карты, перестаньте здесь хитрить. И вам однозначно нужно отказаться от тайных взаимоотношений и выбрать. Карта медведя, это карта мужчины постоянного, солидного, возрастного, который имеет хороший опыт и базу за плечами. Имеет уже какой-то нажитый капитал. Потому что если вы будете и там, и сям, здесь вы просто потеряете абсолютно все. И того мужчину, который у вас есть, и на того, который у вас были далеко идущие планы. Так, если вы сделаете выбор в пользу этого товарища, у вас будет к нему чисто потребительское отношение. Но будет эмоциональное разочарование. А если вы все-таки выберете того мужчину, с которым отношения у вас более длительные и стабильные, то здесь у вас возобновятся и эмоции, и будет финансовая стабильность, и по карте клевер будет улучшение взаимоотношений. Поэтому задумайтесь, с позиции вот этого мужчины, с которым был формат эмоциональных взаимоотношений, ничего хорошего не получится. Мужчина просто вас разочарует, он до вас не дотягивает. По карте собака это мужчина друг, либо любовник, который младше вас, либо по карте собака очень часто проигрывается мужчина-коллега. Вам же нужно постоянство, вам же нужна стабильность и нужна финансовая опора. Это вам сможет дать только тот мужчина, с которым у вас были длительные отношения, длительного характера, то есть не какой-то новоиспеченный товарищ. Поэтому это совет карт. Как вам, конечно, проступать в этой ситуации, решать только вам. Сейчас я все беру арканы. Так, вот такой у нас второй вариант был. Теперь для тех, кто выбрал третью пару. Давайте смотреть. Так, что в ваших отношениях происходит на текущий момент? Смотрите, здесь, во-первых, у вас очень глубокая эмоциональная связь. По карте Луна вы можете еще быть уже непосредственно в каких-то близких отношениях, то есть, например, супруги. Тетя очень часто карта указывает на ситуацию родственников. И карта Клевер, и ребенок. Вы надеетесь либо на возобновление или возрождение, скажем так, отношений за счет рождения ребенка, либо в целом дав какой-то им новый импульс. Ну, то есть попытки начать все заново. В чем кармическая задача вашей связи? Кармическая задача состоит в том, что ваша вот эта вот интересная, интриги, ваше какое-то хитросплетение, которое вы выстраиваете в этих отношениях, могут с вами сыграть злую шутку. Потому что карта Осовы в сочетании с карты Дерева – это обретение мудрости. Но вы сейчас на текущий момент не видите вот этой вот долгосрочной перспективы, которые могут вам принести эти взаимоотношения. По карте Леса, да, вы преследуете какие-то зоны комфорта, либо какой-то корости, но при этом посматриваете налево. Карты вам говорят, что не туда вы смотрите. Ну, давайте посмотрим. На текущий момент вы не видите того факта, что эти отношения помогут принести. Что со стороны женщины здесь? Что здесь со стороны мужчины? Ну, смотрите, на самом деле вы просто по карте колодец, вы не хотите над этими отношениями трудиться. Карта Медведь и карта Сердца – у вас есть эмоциональная привязка, но вам хочется каких-то новых ощущений. На самом деле этого хочется и мужчине, потому что карта Букет, Лилии и Дом – ему хочется перемен, особенно в сексуальном взаимодействии в плане ваших отношений, да. Либо, опять же, для многих это проиграется, как вывести ваши взаимоотношения на какой-то уровень, например, на уровень сожительства, либо в целом на уровень семьи. Так, развитие ваших взаимоотношений. Здесь падает компас «Письмо и змея». Карты говорят о том, что здесь вы получите какое-то ложное известие, которое может в целом, знаете, полностью изменить ваше направление. Сейчас я посмотрю, чего оно касается. Вот, ложное известие со стороны ваших подруг, либо знакомых, которые будут клеветать с целью лучших побуждений, да, на вашего партнера, либо партнершу. Поэтому посмотрите сами, вот эти вот сплетни, вот эти вот козни и интриги могут вашу связь разрушить. Поэтому делайте выводы. Здесь по карте, вот видите, часы. Слишком много воды утекло, и если вы все-таки будете прислушиваться к мнению родителей, либо знакомых со стороны, ваша связь однозначно будет разрушена. Если вы попытаетесь каким-то образом не прислушиваться, а решать проблему самостоятельно, да, здесь будут какие-то трудности, здесь будут разочарования, здесь будут выяснения взаимоотношений и скандалы. Но все равно вы по этому сочетанию, вы можете обрести какую-то стабильность и перевести ваши отношения на новый качественный уровень. Поэтому выхода для вас два. Либо же вы, слушая эти подруга, отношения разрываете, либо вы все-таки решаете свои проблемы, их прорабатываете, сохраняете стабильность. И помните, кармические вот это вот совет кар, да, для чего ваша кармическая задача. Эти отношения дадут вам стабильность, дадут вам процветание и дадут вам плодородие. Поэтому не смотрите по сторонам. Ваше счастье уже у вас. Так, давайте посмотрим. Соберем карты. Так. И посмотрим для тех, кто выбрал четвертый вариант. Так. Давайте смотреть. Что же говорят карты о ваших взаимоотношениях. Сразу хочу напомнить, если вот первые три аркана, которые я раскладываю, абсолютно не ваша ситуация, значит интуиция вас подвела, вы просто выбрали мне свой вариант. Бывает такое, что в целом ваша ситуация может не проиграться в общем раскладе. Поэтому учитывайте, пожалуйста, и эти факторы. Так. Что в ваших отношениях происходит на текущий момент? Так. Смотрите. Ситуация любовного треугольника, ситуация выбора. Но вы пытаетесь, знаете, как действовать не только по зову сердца, но и по зову логики. Каких-то вот здравых мыслей. Кармическая задача ваших взаимоотношений. Скажем так, убрать фальш в отношениях, открыть, снять маски. И таким образом вы сможете выбрать правильный курс. Вы сможете как бы либо создать семью, либо семейный очаг. Если вы этого не сделаете, то партнер просто пройдет мимо по вашей жизни, ничего вам не дав взамен. Так. Что здесь падает? Со стороны женщины. Со стороны мужчины. Смотрите, здесь, скажем так, женщина в отношениях смотрит на сторону. Здесь обман со стороны женщины. А мужчина, наоборот, готов вкладываться в эти отношения. Но на текущий момент он не видит основного положения вещей. У него есть эмоциональная привязка. Над отношениями он готов трудиться, но пока не понимает, что здесь какая-то присутствует либо ложь, либо сомнение со стороны его мадам. Ну, смогу искать однозначно, здесь будет разрыв взаимоотношений, здесь без вариантов. Потому что вот это вот, знаете, как самому скосить свое счастье. Причем скосить по глупости. Есть ли перспективы этой ситуации забежать? Женщины есть. Если вы, именно я говорю для женщин, опять же, если ситуация у вас не проигрывается, значит, это не ваш расклад. Перспективы избежать вот этого разрыва есть, если вы не будете расценивать мужчин только со стороны корысти и кошелька. Потому что вот эта ситуация вас отдаляет друг от друга. Если вы в ней в первую очередь будете личность видеть, своего партнера, поддержку, заботу, а не преследовать какие-то корыстные цели, вот тогда отношения будут развиваться. Я не говорю, что материальная обеспеченность – это плохо. Она для всех крайне важна. Но, возможно, вы дадите своему мужчине импульс, либо возможность зарабатывать, вывести ваши отношения на новый старт. Вот тогда, видите, по карте мост, вы сможете наладить взаимосвязь и отношения эти развивать. Но здесь, безусловно, выбор за вами. Тут уж, кажется, ничего поделать не могу. Но, как говорят карты, смотрите, не упустите свой шанс. Вот таким у нас сегодня вышли расклады. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как они у вас проигрываются или нет. Это был экспериментальный расклад. Поэтому крайне для меня будет важна ваша обратная связь. Искренне вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok